Строительство нового кадетского корпуса в Чебоксарах продолжается. Глава Чувашия Михаил Игнатьев проинспектировал ход работ. Как обстоят дела на стратегически важном объекте, посмотрели и мои коллеги. И учебные спальные корпуса уже возведены. Сейчас все силы брошены на инженерные сети. Начаты отделочные работы. Предстоит монтаж оборудования. По словам подрядчика, 70% работ завершено. Начиная блок с эрекции В, значит, штука только завершена, завершается стяжка и приступили к чистовой отделке. Работа завершается по монтажу вентиляционного оборудования. Дальше в локс-секции ДМ идет уже последнее перекрытие. Планируется на следующей неделе демонтаж башенного крана и подготовка кровельных работ. Главная проблема, конечно, погода. Мешает производство работ, где работа по сетям затрудненно идет. И никак не можем приступить к трамбовке, вытрамбовке и окончательно завоз грунта, а тоже в связи с погодными условиями. С момента начала строительства проект меняли уже три раза. Появлялись дополнительные работы. В начале этого года поменялись все техусловия по инженерным сетям подключения. То есть тот проект, который был раньше выдан и согласован и пройден на экспертизу, нам сейчас все наружные сети пришлось менять и делать по новым техусловиям. С этого года усилился контроль со стороны пожарных служб. По требованиям пожарной безопасности сейчас в Кадетском корпусе корректируются лестничные пролеты, лифты. Оказалось, что нужно делать подачу воздуха, то есть для того, чтобы пожарные подразделения на время пожара могли в этих лифтах подняться наверх. То, что мы не предусмотрели раньше. И сейчас вот приходится вносить эти изменения. Это серьезные изменения, это подача воздуха, это нужно забирать свежий воздух с кровли, долбить сейчас кровлю, кровля уложена. То есть вот таких моментов очень много. Сумма смертной стоимости объекта увеличилась на 27 миллионов рублей по сравнению с начальной. Глава Чувашей призвал строителей соблюдать сроки, утвержденные графиком работ, а также действующие строительные нормы. 1 сентября Кадетский корпус должен распахнуть двери перед учениками. На сегодня 314 детей хотят обучаться в Кадетском корпусе. Сегодня, по-моему, где-то около 12 регионов представлено в этом списке. Где-то около 20 детей. Но они также на общих основаниях, конечно же, поступают. То есть это индивидуальный отбор, они сдают математику, русский. Для нас немаловажно состояние здоровья детей. У нас есть заявления с Хакасии, с Московской области, с Тюменской области, с Тавропольский край. В Кадетском корпусе имени Кочетова будут готовить специалистов для воздушно-космических сил страны. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.